Витаю, дорогие друзья! Сегодня пропоную вам приготовить тесточко нашего детства. Спробуйте и пригадайте. Это самый смак, который был раньше. Перед вами все эти продукты, которые понадобятся для теста. Здесь все очень просто, рецепт легко запоминается. Всех продуктов надо взять по 100 граммов, то есть 2 яйца. Если у вас получится 105 грамм, не отбирайте, пусть так и остается. Сливочное масло, маргарин или спрет. Эти продукты здесь взаимозаменяемы, но берите жирностью не менее 72%. Также 100 граммов сахара и мука. С ней можете поэкспериментировать и сделать так, как вам больше понравится. Взять 100 граммов муки или часть ее заменить крахмалом. Допустим, 25 грамм крахмала, 75 грамм муки или даже взять 50 на 50. С крахмалом тесто получается более нежное. Я бы сказала, более нежно хрустящее. Итак, готовится он очень просто, быстро. В чашу миксера выливаю яйца, добавляю хорошую щепотку соли и высыпаю весь сахар. Все это хорошо взбиваю до посветления и легкой пышности. Вот такая вот получается масса. И за это время сахар полностью не растворяется. Немного его остается на дне. Добавляю сливочное масло. Его надо растопить и остудить до комнатной температуры. Или просто хорошо подогреть и размешать до однородности. Продолжаю взбивать до полного растворения сахара. Все, сахар полностью растворился. Можно добавлять муку, муку и крахмал. Я их предварительно просеяла, но просеиваю еще раз. И миксером на невысокой скорости вымешиваю до однородности. Долго месить не надо, только добились однородности и достаточно. Чем дольше месите, тем больше развивается клейковина муки, тесто затягивается и выпечка получается жесткая, жесткая и твердая. Переливаю в миску. Из нее удобнее будет набирать и печь трубочки. Посмотрите, рисунок на некоторое время на поверхности сохраняется, а потом постепенно сглаживается. Вот такое вот тесто. Однородное, красивое. Если вы растопите масло до жидкого, то и тесто у вас получится жиже. Поэтому дайте ему немного постоять масло, остыть и слегка застыть. Или дайте постоять тесто. Через время оно тоже станет немного гуще. Вафельница нагрелась. Смазываю растительным маслом две платформы, нижнюю и верхнюю. На середину платформы наливаю десертную ложку теста. Зажимаю ручки секунд на 10. Тесто жидкое, оно быстро растекается, поэтому все время их удерживать не надо. Пекутся вафли около минуты. Ну, это в моей вафельнице. Вы же пристраиваетесь к своей. Тоненькой лопаткой аккуратно снимаю и сразу же закручиваю. Не оставляйте ее в покое даже на 5 секунд. Тесто быстро застывает, потом вы ее просто не скрутите. Зажимаю на донышке, подержу так несколько секунд и оставляю. Пусть так полежит, пока я налью следующее тесто. Точно так же наливаю в самую серединку, закрываю, немного удерживаю ручки и отпускаю. Вот теперь снимаю трубочку, она уже полностью застыла. Вот такие они получаются. Вафельницу можно открыть, проверить. Если слабая колеровка, еще немного подпечь или просто засекайте время. Тесто сразу очень мягкое, как блинчик, но быстро застывает, поэтому медлить здесь нельзя. Скручивайте, придавливайте и оставляйте на шовчике, пусть полежит. Пока вы нальете тесто и прижмете вафельницу. Попробуйте тесто по этому рецепту. Оно получается очень вкусным. Не обязательно делать даже трубочки. Можно наливать небольшими порциями и сделать их просто лепешками, как печенье. У меня на канале уже есть один рецепт вафельных трубочек, они там более сдобные. Тесто погуще, выдавливала кондитерским мешком. Но очень рекомендую попробовать и этот рецепт. Тем более его легко запомнить. Все продукты берутся по 100 грамм. Вот столько получилось трубочек из этой порции продуктов. Посмотрите, какие они ровненькие, красивые, румяные. Послушайте, насколько они сухие. Как постукивают. И вот такие вот хрустящие. Очень вкусные, ароматные. Осталось только приготовить крем и наполнить пирожные. Вот уже готовый белково-масляный крем. Его приготовление подробное было в прошлом видео. Рецепт я обязательно оставлю в описании и над рецептом ссылочку на его приготовление. Заходите, смотрите. Готовится он очень просто, а получается вкусным и стабильным. Весь крем набрал в мешок и наполняю трубочки. Сразу ставлю трубочку под наклоном, заполняю одну сторону. Теперь вертикально и выдавливаю крем, не уплотняя. Вот так вот до самого верха. Как он ложится, так и будет. Не надо, чтобы там было очень много крема. Приподнимайте мешок и сверху отсаживайте звездочку. Тесто очень вкусное. Как я уже сказала, нежное, ароматное. Оно хорошо в себе держит крем, трубочки легко наполняются, не разламываются. И при условии, что крем будет стабильный, останутся хрустящими, пока вы их съедите. Так заполняю все трубочки. Эта порция крема рассчитана на эту порцию теста. Его должно хватить. Но это уже смотря, как вы их будете наполнять. В комментариях я обещала показать еще один вариант этого крема со сгущенным молоком. Добавляю уже в готовый крем небольшими порциями по одной чайной ложке. И каждую хорошо перемешивая до полного соединения. Сгущенки достаточно 120 граммов. Предварительно ее хорошо перемешала до однородности, чтобы в креме не оставались комочки. И не забывайте, что она тоже должна быть комнатной температуры. Согревается она дольше, чем масло. Поэтому выставляйте ее заранее. Допустим, вечером. А крем уже будете готовить на следующий день. Белый крем сам по себе получается вкусным. Ну а со сгущенкой еще вкуснее. Легкий карамельный вкус и аромат. Приготовьте и попробуйте. Зачищаю миску. Проверяю полностью ли разошлась сгущенка. Все, крем готов. Можно наполнять трубочки. Ну вот посмотрите, какой красивый, гладкий, воздушный получается крем. Нежного цвета и очень-очень вкусный. После того, как заполните трубочки, складывайте их в контейнер и сразу же ставьте в холодильник. Не оставляйте при комнатной температуре. Крем хоть и стабильный, но он все равно влажный и тесто от него может размокнуть. А в холодильнике он быстро стабилизируется и трубочки останутся хрустящими. Трубочки всю ночь простояли в холодильнике в пищевом контейнере под крышкой. Вот так вот они хорошо сохраняются. Тесто не тянет в себя влагу, а крем посторонние запахи. Вот так вот постукивают. Слышно, что они остаются хрустящими. Ну и сейчас разломаю, посмотрим, какие они внутри. Сначала с одной стороны. Трубочка хрупкая, разламывается легко. Как я уже сказала в видео, тесто получается нежно-хрустящим. И крем, несмотря на то, что он стабильный, но он не твердый, нежный и неприторно-сладкий. В середине остается немного пустоты. Эту пустоту я помню еще с детства. Всегда трубочки были так наполнены. И вот так вот себя ведут трубочки с кремом со сгущенкой. Видите, пирожное не полностью заполнено кремом, но его достаточно. На второй день они еще хрустящие, а потом становятся мягче, так как крем не настолько стабильный. Рецепт этого крема я тоже оставлю в описании под видео. Пирожное получается очень вкусное. Если вы такие трубочки покупали в детстве, то вы обязательно вспомните этот вкус. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными домашними пирожными и приятного вам чаепития. Если вам понравятся мои рецепты, то делитесь с нами с друзьями. Подписывайтесь на канал, оставьте комментарии. Дякую за вподобайки и желаю вам всего лучшего!